Наши войска разгромили японскую армию в Китае, и Япония была вынуждена капитулировать 2 сентября 1945 года. Представители японского правительства подписали на борту американского линкора Миссури акт о безоговорочной капитуляции Японии. Эта дата и считается датой окончания Второй мировой войны. В честь памятной даты в стенах фонда «Защитники Отечества» открыли зал памяти героев спецоперации. Здесь планируют проводить уроки мужества, экскурсии, патриотические беседы со школьниками и студентами. Благодаря военно-историческому обществу у нас также будут проводиться каждую вторую субботу лекции по истории нашей страны, что также является работой в патриотическом направлении. Также презентовали второй сборник истории участников СВО «Нет. Уз. Святее товарищество». В него вошли 43 рассказа от бойцов, которые собирали сотрудники фонда и передавали Захару Прилепину. На стенах зала появились картины Солбона Лыгденова, написанные по рассказам солдат. Сейчас мы готовим еще один фильм уже об участниках. Мы планировали снять полуторачасовой фильм, но не получается. Не получается, потому что каждый герой рассказывает по два с половиной часа, и там невозможно ничего выбросить, ничего невозможно сократить. Поздравить с открытием зала памяти приехали и депутат народного хурала Петр Мордовской, и заммэра Светлана Трифонова. Мы открывали слет школьных лесничеств. Девять субъектов Российской Федерации, кроме Республики Бурятия, приехали на берега Байкала на четыре дня. И мы прекрасно с артистами нашего замечательного театра оперы и балета, народными артистами Республики Бурятия, исполнили все ребята гимн России, гимн Республики Бурятия, станцевали йохар. Создали такой патриотический уголок, куда можно прийти просто посмотреть, почитать, подумать, вспомнить и восполнить. В каждой школе города есть ребята-защитники. После торжественного открытия зрители ждал небольшой концерт с патриотическими песнями. Фонд защитники Отечества на Трубачево 61А работает без выходных с 9 утра до 6 вечера.